Дополнительные 450 миллионов рублей может получить Севастополь на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры городского правительства подал заявку на получение финансирования из федерального бюджета. Изначально на ремонт более полусотни улиц в рамках реализации нацпроекта был предусмотрен 1 миллиард 400 миллионов рублей. 1,4 предусмотрены, плюс мы 400 дополнительных предусмотрены. Да, совершенно верно. Это против 1,62 млрд в прошлом году. То есть денежный средств просим значительно больше, чем в прошлом году. 1,8 в случае поддержки заявки будет? Да, совершенно верно. Объекты, проекты, все подготовлено? Все готово. Мы уже на 30 объектах идут активные фазы работы. Кроме того, на заседании правительства Севастополя 24 марта утвердили перераспределение средств в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, на ремонт дорог направили почти 143 миллиона рублей. На оплату работ, которые выполнили в прошлом году, около 34 миллионов. На обновление подземного пешеходного перехода возле остановки памятник матросу Кошке выделили 10 миллионов 700 тысяч рублей. Сдать в эксплуатацию объект обещают к майским праздникам. Более 6 миллионов направили на прохождение глав госэкспертизы по ремонту улицы Капитанской. Также предусмотрели дополнительные средства в размере 40 миллионов рублей на реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Руднева, Вакалюнчука и Меншикова. Данное перераспределение произведено за счет оптимизации предусмотренных расходов на мероприятия по содержанию автомобильных дорог, общего пользования и искусственных сооружений. А именно были предусмотрены денежные средства на замену барьерного ограждения по Ялтинской трассе. Поэтому считаем, что данное мероприятие сейчас не первоочередное. Вдобавок Павел Иена заявил, что в этом году в Севастополе построят дороги к трем социальным объектам. Школе в районе Бухты и Казачий, детскому саду на улице Шевченко, детскому саду и школе на проспекте генерала Острякова. Также новая дорога появится и на подъезде к многофункциональному лечебно-диагностическому корпусу онкологического диспансера в возводимом медицинском кластере. На это потратят более 600 миллионов рублей. По словам чиновника, проекты строительства объектов уже готовы и прошли экспертизу. В настоящее время данные объекты включены в проект адресного приказа в государственной программе до 2030 года. Мы выносим данный проект распоряжения, чтобы заключить на сегодняшний день контракты с оплатой в 2025 году. И как только выйдет утвержденная госпрограмма, у подрядчика будет право предъявить к оплате акты выполненных работ в этом году. Соответственно, ставится задача в этом году все эти объекты реализовать.